МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока полстраны протестует против действующего режима, президент Украины Виктор Янукович отправился с визитом в Китай. Осмотрев там первым делом экспозицию музея терракотовой армии императора Циньши Хуана в городе Сиань. Тем временем, по сообщениям пресс-службы президента, по результатам визита, стороны намерены подписать около 20 документов в разных сферах. Визит продлится до 6 декабря. Напомним, в Украине продолжаются масштабные акции протеста с требованием отставки президента, правительства и рады. Интересно, что в эти же дни в Пекин прибыл и вице-президент США Джо Байден. С властями Китая он планирует обсудить решение Пекина объявить опознавательные зоны ПВО в районе, который включает в себя спорные с Южной Кореей и Японией острова. Базирующаяся в Германии международная неправительственная организация Transparence International представила свой ежегодный рейтинг стран по индексу восприятия коррупции за 2013 год. 177 государств рейтинга оценивались по 100-бальной шкале, то есть 100 баллов получают наиболее прозрачные страны, а 0 означает, что весь государственный сектор является полностью коррумпированным. Лучший показатель у Новой Зеландии и Дании, набравших 91 балл. Самый высокий уровень коррупции по-прежнему в Северной Корее, Афганистане и Сомали. У них по 8 баллов. Украина на 144-м месте с 25 баллами. Выше нас Беларусь на 123-м и Молдова на 102-м. По меньшей мере, один человек погиб. Десятки получили телесные повреждения в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Бельгии. Из-за густого тумана на трассе столкнулись 132 автомобиля. Инцидент произошел в 120 километрах от Брюсселя. Как сообщают водители, из-за тумана видимость на дороге была практически нулевой. По данным местных властей, травмы получили не менее 67 человек. 13 из них находятся в тяжелом состоянии. В спасательных операциях приняло участие около 400 человек. Трасса А-19, где произошла авария, закрыта в обоих направлениях. Жертвами очередного теракта в центральном квартале сирийской столицы стали по меньшей мере 4 человека. Около 20 получили ранения. Боевик-смертник привел в действие поезд со взрывчаткой при входе в здание, где располагается центр по оказанию помощи семьям погибших бойцов правительственных сил. По данным ООН, конфликт в Сирии, начавшийся в 2011 году, уже унес жизни более 120 тысяч человек. Суд Детройта признал город неспособным расплатиться с долгами, которые составляют на сегодняшний день 18,5 миллиардов долларов. Теперь мэрия должна в кратчайшие сроки предоставить государству план выхода из кризиса. В обмен на это Вашингтон даст Детройту защиту от кредиторов, заявил мэр Детройта Дэйв Бинг. Упадок столицы моторов начался 40 лет назад, вместе с кризисом американского автопрома. За последние 10 лет население бывшего мегаполиса сократилось в 2,5 раза. Полиция Бангладеш вынуждена была открыть огонь, чтобы оттеснить протестующих, вышедших на общенациональную забастовку. Акцию проводит главная оппозиционная националистическая партия Бангладеш. В результате беспорядков по меньшей мере 6 человек погибли и десятки получили ранения. Акция протеста, которые практически парализовали страну, продолжается вторую неделю подряд. 3000 протестующих, которые еще вчера выступали за отставку правительства 4 декабря, вышли на улицы Бангкока с метлами в руках, чтобы очистить столицу Таиланда от накопившегося за время демонстраций мусора в преддверии дня рождения короля. Тем временем оппозиционные лидеры страны заявляют, что от своих требований отставки правительства они не отказываются. А акцию приостановили из уважения к тайскому королю Пумипону, которому в четверг 5 декабря исполнится 86 лет. Экс-диктатор Аргентины 85-летнего Рейнальдо Биньони приговорили к 20 годам тюрьмы за преступления против человечности, совершенные им в подпольном центре заключения на военной базе Кампо-де-Мае в период диктатуры с 1976 по 1983 год. Биньони возглавлял страну в 82-м и 83-м. Сейчас бывший лидер хунты уже отбывает сроки в тюрьме, включая пожизненные по предыдущим приговорам за схожие преступления. Подобные приговоры также были вынесены еще четверым аргентинским ЭК-чиновникам. По данным правозащитных организаций, за 7 лет так называемой «грязной войны» в Аргентине при участии спецслужб было убито около 30 тысяч человек. Тысячу дней назад на восточное побережье Японии обрушилось цунами, вызванное редким по силе землетрясением. Стихийное бедствие 11 марта 2011 года стало одним из сильнейших в истории страны. Не только по числу жертв и масштабу разрушений, но и по серьезности последствий. Ликвидация которых займет долгие годы. Так, по данным Японского министерства по охране окружающей среды, только на дезактивацию 11 наиболее радиоактивно загрязненных районов за 3 года ушло 9 миллионов евро. Тысячи людей до сих пор не могут вернуться в оставленные после катастрофы дома. Международная федерация футбольных ассоциаций представила в Рио-де-Жанейро официальный мяч чемпионата мира по футболу 2014 года «Бразука». Презентация новинки сопровождалась уникальным световым шоу с 3D-проекциями. Мяч получил свое название в сентябре 2012 года по результатам народного голосования в Бразилии, в котором приняли участие свыше 1 миллиона футбольных фанатов. Словом «Бразука» местные жители называют каждого бразильца. Цветы и ленты, использованные в дизайне отдельных панелей, символизируют традиционные браслеты желаний, которые носят в этой стране. Чемпионат мира по футболу пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля 2014 года. Теперь выступать на улицах Мадрида сможет не каждый желающий. Все уличные музыканты должны проходить аттестацию на профпригодность. Такие правила вели столичные власти. Те, кто не будет иметь соответствующего разрешающего документа, полиция попросит удалиться. Городские власти говорят, что цель нового правила – улучшить качество уличных выступлений, также уменьшить уровень шума. Для многих испанцев уличные выступления – единственный способ заработать себе на жизнь. Поэтому на прослушивание, которое организовывает Мадрицкий городской совет, уже записалось около 350 артистов. В Вашингтоне зажгли огни на рождественской еле у Капитолия. В церемонии принял участие спикер палаты представителей Джон Боннер. 27-метровое дерево было доставлено из Национального парка штата. Отмечается, что это вторая по высоте рождественская ель за всю историю. Дерево украшено гирляндами и пятью тысячами игрушек ручной работы, сделанными детьми со всей страны. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Продолжение следует... Продолжение следует...